Библейский экзигент В Священном Писании мы многократно читаем о том, что Христос пришел освободить нас от грехов наших, спасти нас от грехов наших. Это то, что Он нам подарил. И когда мы крестимся, мы крестимся во оставление грехов. Покайтесь, проповедует апостол Петр в книге Деяний на Пятидесятницу, и докрестится каждый из вас во оставление грехов. Но мы живем, мы продолжаем грешить, грех продолжает жить в нас, и мы, любя Господа Иисуса Христа, чем больше мы его любим, и чем дальше мы живем и себя глубже узнаем, тем больнее нам от того, что мы продолжаем грешить. Святые отцы называют это сердечной болью. Например, в Арсануфе Великий Иоанн Пророк, другие святые отцы говорят, что это сердечная боль, с которой мы будем жить постоянно. Наверное, особенно ярко она описывается в седьмой главе послания к римлянам у святого апостола Павла, когда он прям вот как крик издает, вот этот вопль его о том, что я делаю то, что не хочу, то, что ненавижу. И, конечно, мы бежим к исповеди и надеемся, что исповедь освободит нас от этих грехов. Но что делать, если мы поисповедовались, а прощение, как нам кажется, не наступило? Кажется это или не так? Мы, конечно, помним слова Господа Иисуса Христа, сказанного ученикам, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. И, как верит церковь, вот эту возможность, власть здесь очень неверное слово, это дар или это служение, перешедшее и переходящее на все поколения священнослужителей. Но, тем не менее, что делать? Мне кажется, что бывают две причины этого. Первая, это дьявольская хула на таинство исповеди. Когда сатана хочет таинство исповеди в наших глазах опорочить, чтобы мы в него не верили, чтобы мы разочаровались. Поэтому, может быть, стоит взять некий подвиг, допустим, идет пост или приближается большой пост в течение поста, молиться о прощении. А если туга вот эта сердечная, как называл это явление покойный старец Кирилл Павлов, не проходит, тогда действительно принести на исповедь. Но бывает так, что мы и лицемерно, или не до конца, или поверхностно покаялись. И тогда действительно надо принести еще раз покаяние. Последнее время я многократно сталкиваюсь с тем, что люди, крещенные в 90-е и в нулевые, не принесшие во время или перед таинством крещения покаяния, мучаются совестью, вот этим голосом Божиим, мучаются о тех грехах, которые были содеянны до. И действительно, таинство крещения взрослого человека предполагает обязательное исповедание грехов. И то, что, может быть, мы, священники, этого не умели делать в 90-е годы, не понимали, как это важно, не предлагали это людям, это наша вина. Но сейчас мы об этом знаем. И я многократно сталкивался с тем, что прихожанин, в течение 25 или 20 лет ходящий в храм, говорит, батюшка, мне вот на совести это, я хотел бы отдельно об этом сказать. И действительно, мы встречаемся отдельно от богослужения, он приносит эту исповедь, и мы вместе молимся о прощении этих грехов. И вот человек встречает облегчение. И эта тугость сердечная проходит. Поэтому, может быть, вот если это есть, взять какой-то труд, молитвенное упрощение, покаянный труд, может быть, почитать ежедневно покаянный канон внимательно из молитвослова. И если это не пройдет, то попросить своего духовника еще раз приступить к исповеди. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok